ребят всем привет вы на канале юфл и сегодня одна из ваших любимых рубрик топ-5 голов в гостях у меня прародитель медиафутбола сергей кефир вы точно его знаете тем более кубок фиферов сейчас закончился отец основатель будет выбирать самые красивые голы привет дорогой привет так первый вопрос многие уже были присутствовать были профессиональные футболисты как обликов были такие легенды как родимов был и герман классик который голы и у меня вот вопрос всегда ты что не слышал за юфа услышал не смотрел сам просто времени нет я даже и рпл далеко не всегда смотрю слышал то что очень много молодых ребят получают постоянно практику это плюс естественно плюс наверное самое яркое что я помню то что моти выступал да и забивал очень много голов может быть даже был лучшим бомбардиром там первый гол у нас это зона юг динамо дагестан против чайки гаджи бутунов забил розыгрыш углового так это они туда это out это динамо они летели 01 с развороту ой ну хороший удар 9 в тайм финишинг попал как говорится да а вот посмотри него сбросил бросил вообще хорошая еще можно еще раз посмотреть сейчас познай насколько клуб на сколько метров он кинул но на метров 25 25 ездить я в точно пока никогда вы не кинул не хороший голос разворот у нас и по когда такие голы залетают говорят что это неправдоподобное что спиной к воротам находится разворот и кроме 9 попал хороший был да и кстати я всегда отмечаю то что это шестидесятая минута команда ну то есть важно было знаешь когда бывает там шестой седьмой конечно это не отменяет нам красоту каких-то голов но вот это очень важный гол учит что они потом победили 3 1 да то есть начало камбэка было положено именно ударом гаджи очень классный гол не очень переходим в зону центр здесь у нас сша калуга против шоры дверь играет илья суханов забил стой давай знаешь мы пока голос того не видели так его любимый игрок это ли она мисси он лимоногий вот и я зачастую этого есть так но сейчас многие до сих пор пишут месси криштиан роналдо а некоторые уже выбрать нашим бабы билинген то есть знаешь как вот наше вот это поколение вот этих игроков немножко уходя и брагимыч выбирал сюда когда мы спрашивали роналду или мисси у меня выбирал болеет за тудроц а за зенит что ты на это скажешь значит он из питера но хотя я кстати не знаю я думаю что здесь зачастую практически все воспитанники своих городов играют и вызов он хотел мане бросить ману не так давно забил гол в кубке россии это было я видел да где он на опережение сыграл и мимо вратаря пустил мяч это помню ну что смотрим так только начнем сразу на опережение сыграл да все сам у ля ля все сам как ты хорошо надо отметить был рикошет или нет здесь но это был не удар подальше подальше но туда давай заново вот и самого начала вот первое действие головой да взял и чисто первого обыграл плюс прошел по флангу опять же это был навес на дальнюю где был свободно свободно девяточка было но получился гол ну красиво случайный но многие даже ну хотя не знаю то есть я всегда знаешь вспоминаем это что случайный гол роналди на чемпионате мира обязательно вставки потому что молодые наверное его не видишь когда он ворота сборной англии со штрафного с угла там много таких голов я недавно как раз видео смотрел тоже про случайные голы как там футболисты говорили они просто говорят да у меня был другой план типа отдать перед голевую передачу но гол есть гол гол не пахнет и я очень счастлив что так случилось ну как был красивый я бы на их месте на что говорил немножко уважение мне футболисты хотел так идем дальше зона центр химки против курского авангарда иван кобелев забил вот такой вот гол кобель кстати фамилия динамовская динамовская такая тоже смотри счет 11 ой ну хорошо попал там 9 да тут хоть и вратарь потерял немного позицию заметно что дальний угол не прикрыт был вот здесь так саре потерял правдами когда нет самой паутины не ну так сами паутину я просто говорю опять же вратарь слишком как-то прижался к ближней штанге в этой ситуации то не совсем правильной позиции но опять же удар сам по себе был хороший даже с вратарь стоял бы там где надо мне кажется а прием а прием какой-то они все прием в мальске прыгает скачет ухи сам 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 кирку в притирку с перекладины полетел мяч плюс гол на 85 минуте при счете 11 а да так что ты имей это ввиду кстати вот у него вот любимый игрок и он кстати играет в центре полузащиты наверно очевидный выбор поскольку как ты считаешь номер один в центре поля а кто еще есть но я у тебя прошу я мне кажется но модрич но лет пять назад наверно да или кросс но модрич мне кажется даже он немножко другие функции выполняет чистый диспетчер так также смотри вот каждый раз то есть у нас уже сколько выпусков мы снимали многие все валяются вообще замкал если брать процентное соотношение мне кажется 30 анкал 70 удроц да я уже сам замкал как бы не особо переживаю вот-вот а мечта у него знаешь какая заиграть в рпл за московский спартак ухты вот так у нас уже был янель месси у нас в клубе теперь еще будет русский да и я часто спрашиваю вот они все равно смотрят медиафутбол как как это знаешь молодое поколение они все знают и разбираются я не спрашиваю кому бы они хотели бросить вызов там в челленджи и крапу младшему хотя в крап кстати в народной команде и они проиграли 06 все не просто так да я не слежу сейчас я увидел результат 06 кладу взяли крафт и 06 ну как бы все наш как один плюс один сложилось пока пока что да иван кольев запоминает этот гол идем дальше северо-запад динамо волокна против ленинградца никита морозов ленинградца забил вот такую такую баночку морозов как раз питерская фамилия ну вот такой вот гол мастерство и да и плюс если все отмечать хорошего я тут все хорошие голы то есть вы собираете прям всю нарезку что потом после этого еще выбирать лучше нет ну вот правда хороший гол тоже имея его в виду у него любимые игроки месси и наймар дриблер значит вот вы хотелось бы побольше еще каких-нибудь моментов его увидеть я жду просто когда какой-нибудь игрок скажет что его любимый игрок от например виктор анонка ну что таких мазанных нет а то все месси все попса заметьте футбол ну гранды мастодонт и его любимый тудрот сам кал любимая команда в европе барселона вот этот дриблинг бижонство и вызов хочет бросить прокопом прокол кстати наверное одного из знаешь чаще всего выбирают нежели других игроков очень медиафутбол сам прокоп статью вроде бы не играл да нет как раз таки играл а да да тоже застал а также у нас северо-запад гол из 15 тура электронно против пскова александр и лизов забил из электрона вот такую ну что скажешь да господи в юфл умеют забивать голы вот что я могу сказать уже сколько показываешь голов это только с одного тура это с одного тура хочет и даже не за всю лету забралось нет у нас один парень попал выпускного в одном туре он сделал хитрик он там справа издалека в день попал слева издалека в день попал поэтому ты правильно говоришь то что голы очень классные голы в порядке так что вот ты увидел уже пять голов так что тоже имей в виду все любимый футболист ли она вниз опять до смотрит и болеет за тудрот как тебе процентов к ребят ну по делу наверное опять же я уже рассказывал некоторых интервью почему так все складывать смотрели а бросить вызов дмитрию сычеву то есть знаешь все хотят соревноваться с проколом например или с ман каких-то ударах бросить вызов милицию ну понятно что это не вратарский челлендж но мы можем его пробить хочет типа ну забить голы именно ему учитывая как сычев выступает сейчас на кубке россии что не матч то запоминающийся сейф как он вот против мурома да когда он ногой зацепил за сетку но не равно с ленточки вытащил мяч а вот совсем недавнем матче против кирова отбил пенальти на 88 минуте если бы при этом от пенальти без обиде ой какая была бы не под нервотрепка так что естественно бы еще вот он же этот оранжевый мяч не дай бог так ну вот такие вот голы как ты думаешь ну вот я ни на что не влияет какой тебе голову понравился я знаешь раньше мы ставили от самого то есть гость самую но если так можно сказать некрасивым самому красивому и прекрасно хотя ты сам видишь то что голы на любой вкус и есть и гол с аута есть головы там с индивидуальным мастерством и элементами там техники есть командные голы какой вот ты выделишь сегодня но вот этот гол девяточку ивана кобер правильно который вот прием просто я бы взял бы 2 но если вспомнить опять что мы обсуждали что немножко и случайно то есть опять же красиво ну а здесь тут и прием и обработка и удар прямо девять все 8 5 минут да да это естественно еще и сам себе был важный здесь кстати вот парень молодец который выиграл верховую борьбу об приемчик обработка и сразу же самого паука попал но он причем еще раз приглядеться он же мяч еще в воздухе да был да он удара да да мне кажется вот сейчас а ну вот прям попал идеально вот вот здесь когда знаешь мяч уже залетает девятку ну вот ну как да и сам вратарь вот как смотрит уже понимает что не берет пожалуйста штанга ну кайфовый гол поэтому лучшим голом наш выпуска иван кобелев мы поздравляем тебя желаем что чтобы не останавливался забивал такие прекрасные вещи и исполнял свою мечту заиграть за московский спартак а ты как фанат спартака истине наверное представь вот правда через там пару лет он будет может быть напишите я кстати смотрел на голову он у него любимый футболист дебрюйн мне кажется что это был был стиле другого игрока который играл в тот момент матч астер сити он сейчас пришел на гол дюндагана это он такие банки любит иногда забивать как раз о чем-то напомнил как раз вань привет слышишь меня да здрасьте здрасьте а можно не официально там сказать здорово газ там как сам можно но давай раскрепостись чуть-чуть расскажи как забивать такие красивые голы просто мы серега кефиром но он кстати выбирал голову в порядке паука убил там в химках по моему там два года что ли он там паутину свою пленку но это вообще на самом деле все это как-то интервью происходило как бы просто когда мяч летел было в голове решение мяч подработать принять даже ворот не смотрел просто по мячу попал там уже но там слушай ну там тоже тяжелый удар получается тебе переправили ты принял и мяч прыгал на самом деле мы смотрели когда в повторе там попасть тоже надо еще был не знаю получилось так но расскажи вообще в целом как дела вот у тебя какие планы там на сезон на будущее про сезон хотим вообще наверно в тройку попасть наверно в лидеры пробиться тяжело там белгород сильный в тройку будет здорово но так в принципе на сезон хорошо играть забивать голды и отдавать игры передачи больше в принципе ничего как тебе в целом вообще you fail просто знаешь раньше когда я играл я играл только на чемпионат города а you fail знаешь в твоем возрасте объединяет регионы и ты в принципе всегда играешь против сильного соперника ну и fail конечно здорово то что постоянно какая-то практика постоянно играешь каждую неделю даже неделю по три игры конечно растешь футбольном плане здорово хороший турнир какая вот если берем глобальную мечту и вот мечту наверно на три года расскажи вот что ты как ты видишь развитие своей карьеры на глобальная мечта конечно как бы заиграть вообще на любом уровне мне просто хочу как бы играть футбол и наживать себе на это на жизнь типа деньги зарабатывать в принципе не важно там 2 лига 1 лига рпл там где-нибудь еще просто хочу играть футбол на ближайшие на три года думаю если получится уехать будет здорово сейчас дружусь там зал хожу тренируюсь там усердно в принципе уехать а так там дубль может в основанном говорят но седьмой год в принципе сильнее в академии ну понял понял тогда значит ты ставишь сейчас самое главное первое это попасть в основу да ну да будет здорово а так конечно хочется уехать куда-нибудь ну за медиафутболом ладно вот важный вопрос ну вот амкал или тудрот все-таки на меня не смотри на меня не смотри сразу ну это драться драться но многие кстати выбирать я вот если в процентном соотношении я даже сам удивляюсь мне всегда казалось что это знаешь 50 на 50 но вот я вот езжу по регионам и ребята когда присылают там свои анкеты все практически выбирают тудрот а если брать мировой футбол твой кумир тот футболист на которого ты хочешь равняться в принципе нэн де брюйн или знаете типа тяга который в ливерпуле играл сейчас в баварии ну конечно знаю ну вот еще мне нравится ладно тебе большое спасибо я тебе хочу пожелать чтобы ты не остановился на достигнутом чтобы твои мечты сбывали что ты прогрессировал любил футбол прежде всего и главное без травм остальное мне кажется получится неприятно вас общаться ты такой видно то что парень трудолюбивый я уверен то что при должном желании все у тебя получится спасибо большое тебе спасибо давай еще надо чтоб попал хотя бы раз на обзор давай спасибо большое пока пока вам большое спасибо за просмотр сереже большое спасибо то что пришел я знаю что вы также любите графику пишите комментарии обязательно мы хотим вам пожелать все основные лучшего любите футбол и всем пока 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 фанат спартака если наверное представь вот правда через там пару лет он будет составим может быть но напишите я кстати смотрел на голову он у него любимый футболист и брюйн мне кажется что это был бы в стиле другого игрока который играл в тот момент матча сверстить он сейчас пришел на гол дюндагана это он такие банки любят иногда забивать как раз чем-то напомнило как раз да так что ребят вам большое спасибо за просмотр серьез большое спасибо то что пришел я знаю что вы также любите графику пишите комментарии обязательно мы хотим вам пожелать все основные лучшего любите футбол всем пока пока пока